Гунны Гунны А в рукопашную, очертя голову, мечами рубятся и на врагов, сами уклоняясь от ударов кинжалов, набрасывают крепко свитые арканы для того, чтобы, опутав члены противников, отнять в них возможность усидеть на коне или уйти пешком Гунны использовали новые типы оружия и новую, точнее хорошо забытую старую тактику ведения боя Каждый взрослый мужчина был воином, потому подготовка по ходу не занимала много времени Внезапность нападения позволяла заставить врага врасплох Битву бросались, выстроившись клином, и если обратить противника в бегство сразу не удавалось, гунны притворно отступали, завлекая врагов в засаду До начала рукопашной схватки противника издали осыпали градом стрел Гуннский лук, склеенный из нескольких кусков дерева, дополнительно усилили накладки из костей и рога Пущенные из него стрелы поражали цель на большом расстоянии, и кроме того, их можно было снаряжать крупными и тяжелыми наконечниками, пробивавшими любые доспехи Во времена, когда стремян еще не знали, от седла зависело, сможет ли всадник удержаться на лошади в пылу сражения До гуннской эпохи седло было мягким и напоминало кожаную подушку Гунны принесли за собой жесткое седло на деревянной основе, оно крепко держало всадника, помогая ему стрелять из лука, метать копья и биться на мечах Удивлял европейцев и необычный монголоидный облик гунов К тому же кочевники считали удлиненную голову признаком знатного происхождения и красоты Потому они иногда особым образом бинтовали голову детям, чтобы растущий череп приобретал вытянутую форму Не случайно была придумана легенда, называвшая гунов потомками колдуний, изгнанных из одного гостских племен и болотных духов Недоумение вызывал образ жизни кочевников, не имевших даже покрытого тростником шалаша и вечно двигавшихся по степи вслед за стадами скота Вот, например, слова Амиана Марцеллина При столь неприятном человеческом облике они так дики, что не употребляют ни огня, ни приготовленной пищи А питаются коренями полевых трав и полусырым мясом всякого скота, который кладут между своими бедрами и лошадиными спинами и скоро нагревают парением Они никогда не прикрываются никакими строениями и питают к ним отвращение У них даже не считается безопасным находиться под кровлей Они одеваются в одежды холщовые или сшитые шкурок лесных мышей У них нет различий между домашней и выходной одеждой Раз надетая туника грязного цвета снимается или меняется не прежде, чем от долговременного гниения расползается в лохмоте Голову они прикрывают кривыми шапками, а волосатые ноги защищают козьими шкурами Как бы приросшие к своим выносливым, но безобразным на вид лошаденкам, а иногда сидя на них по-женски, они исполняют обычные свои дела На них каждый из этого племени днюет и ночует, покупает и продает, ест и пьет И пригнувшись к узкой шее своей скотины, погружаются в глубокий сон с разнообразными сновидениями Если случается рассуждать о серьезных делах, они все сообща советуются в том же обычном положении Христиане с отвращением описывали религию гунов, идолопоклонников, которые, желая узнать будущее, приносили в жертву богам, животных и гадали по их внутренностям или положению жилок на скобленных костях В результате еще в древности сложилось представление о гунах как о свирепых, безжалостных, невежественных язычниках, не имевших ни родины, ни государственной власти Ни представления о чести, так что даже имя этого народа стало нарицательным Символом гунской дикоски, варваста и безбожия стал рассказ Амиана Марцелина У них никто не занимается хлебопашенством и никогда не касается сахи Все они, не имея ни определенного места жительства, ни домашнего чага, ни законов, ни устойчивого образа жизни Кочуют по разным местам, как будто вечные беглецы, с кибитками, в которых они проводят жизнь Здесь жены ткут, им жалкую одежду, спят с мужьями, рожают детей и кормят их до возможалости Никто из них не может ответить на вопрос, где его родина Он зачат в одном месте, рожден далеко оттуда, скормлен еще дальше Подобно неразумным животным, они не имеют никакого понятия о чести и бесчестии Они уклончивы и темны в речах, никогда не связаны уважением к религии Они пылают неудержимой страстью к золоту и до такой степени постоянно испыльчиво Кто иногда в один и тот же день без всякого подстрекательства изменяет своим союзникам И снова примиряется без всякого посредничества Конечно, здесь много преувеличений, вызванных страхом и изумлением от столкновения с невиданным доселе образом жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok